Это такая вот пословица. Обычно этой пословице не ограничивается и добавляют, но она делает, что можно. Вот это вот, по-моему, очень подходит к ситуации, то есть я не обещаю сделать весны, но я обещаю, или не обещаю сделать лето, но я обещаю сделать, что можно. А могу я в данном случае представить новую книжку, очень случайно возникшую. И возникшую неким образом, который мне в определенном смысле дорог. То есть я очень люблю книжки, которые приходят сами извне, из каких-нибудь детских воспоминаний, детских считалочек, детских поговорок. То есть это вот такой классический тип абсурдистского мышления, когда порождением некоего нового текста может быть старый и очень заезженный текст, который нам всем известен, который мы все цитируем, когда мы дети, и может быть немножко позднее, в который мы особенно не вдумываемся, но который, тем не менее, и есть один из камней, из которых создается наша индивидуальность. Вот я апеллирую сейчас к вашей памяти и пытаюсь вызвать в ней воспоминания о стишке, который мы, наверное, все когда-то цитировали, знали, не знаю, любили ли. Видимо, этот текст не из тех, которые любят. Если хочешь быть красивым, ешь побольше чернослива, и тогда в твоем желудке разведутся незаплубки. И вот подобного рода вещи меня беспокоят часто. То есть некие непережитые до конца эмоции, связанные с текстами, определявшими наше детство, определявшими наше восприятие общечеловеческого опыта, видимо, закодированного вот в таких вот простых стихах. Я подумал, что на самом деле это, наверное, некая дверь к абсурду, некая дверь к восприятию жизни не в тех формах, в которых мы привыкли ее воспринимать, но мы, может быть, немножко недоверчиво к этому относимся. Поэтому для меня это стало стимулом к тому, чтобы написать книгу, подзаголовок которой «Энциклопедия хотений». Хотя я понимаю, что это не энциклопедия. Энциклопедия — это книга, в которой информация располагается в алфавитном порядке. Но меня в данном случае это не беспокоило, поскольку слова можно употреблять и в переносном смысле. Книга называется «Если хочешь быть красивым» и представляет собой вот такой набор рекомендаций по достижению самых сокровенных наших целей. Книга написана в стихотворной форме. Это вот такие вот стихи, которые предназначены в сущности для детской аудитории. А может быть, не совсем детской, я не знаю. Мне часто задают вопрос, вы пишете сказки для детей или для взрослых, я не знаю, что ответить на этот вопрос. Я просто на эту тему не думаю, когда я пишу сказки. И считаю, что это непродуктивно думать на эти темы, всё время ссылаясь на Эммануэл Кант, который говорил о том, что искусство должно быть свободно от всякого побочного интереса. А думать о том, для кого предназначена книга, это как раз вот такой вот побочный интерес, который держать в голове непродуктивно, поскольку если ты держишь в голове побочный интерес, то он как бы определяет твои обязательные стратегии. Это вот было одно предисловие с одним представлением, второе предисловие будет более частного характера. Поскольку у меня нет большой аудитории, я всегда проверяю стихи на каких-то близких мне людях. И в данном случае вот я проверил на маме, я ожидал, что она будет смеяться, я ожидал, что она будет реагировать, каким-то образом она сидела абсолютно молча. Я сказал, это текст, который предполагает реакцию смеха, сказал я, на что она мне очень серьезно заметила. Если ты ожидаешь определенной реакции, то сначала ты должен объяснить, как пользоваться твоими стихами, а уже потом их предлагать. Поэтому я намерен объяснить, как пользоваться тем, что я сейчас вам буду предлагать, потому что вообще на самом деле это прямой такой вот как бы ход или прямая апелляция к англоязычной языковой традиции, причем традиции лиммериков. Я не ожидал, что я опять пойду этим путем, и я не ожидал, что я опять к этому вернусь. С той только разницей, что лиммерик как литературная форма предполагает некий кивок в сторону географического обозначения, в сторону топонима некоего. И этот топоним, он как бы продуцирует необходимую черту, о которой идет речь. То есть вот если мы говорим о Лире, то вот он выбирал некий топоним, и дальше то, что с топонимом реформовалось, составляло лимбис. В данном случае вот те признаки, о которых я буду говорить, если хочешь быть таким-то, или таким-то, или таким-то, они определяют дальнейший тип речевого поведения, то есть то, что рифмуется с ними, есть как бы ход в мир соответствующего стихотворения. То есть относиться к этому надо, наверное, как к абсурду, хотя мы все понимаем под абсурдом разные вещи, и вчера, когда я был намерен представить эту книгу, мне сказали, что вот не надо, потому что день траура, потому что это абсурд, потому что это смешно. Я не очень уверен в том, что абсурд — это обязательно смешно. Я не очень уверен в том, что абсурд и юмор, сатира, инвектива есть синонимы. То есть есть абсурд, который не смешон, есть абсурд, который трагичен, но есть и абсурд, который смешон. Но во всяком случае ожидать, что любой абсурдный текст вызовет у нас реакцию смеха, мне кажется, не вполне ответственна. То есть абсурд может вызывать разные эмоции. Таким образом, я намерен представить книгу, которая называется «Если хочешь быть красивым». Опять говорю об этом энциклопедии Хатени. И открывается книга со стихотворения «Если хочешь быть красивым», начало которого нам всем известно. «Если хочешь быть красивым, ешь попольше чернослива, и тогда в твоем желудке разведутся незабудки, а зачем там незабудки, я не знаю, но скажу, что зачем там незабудки, непонятно, не ежу. Ладно бы уж хризантемы, розы или орхидеи, но сегодня как-то все мы к орхидеям охладили. А так что зря не надо дуться, ведь любой цветок хорош, незабудки разведутся им и радуйся. Чего ж? Не корми их супом с кашей, но кидай им чернослив. Вот тогда-то все и скажут, до чего же он красивый». Это вот такой вот ввод в структуру книги. Второй стихотворение называется «Если хочешь быть богатым». «Если хочешь быть богатым, некоторые хотят, то устройся акробатом в маленький бродячий цирк. Позабудь про сон и отдых, боль в коленках и локтях, и поднявшись прямо в воздух, делай так кувырк-кувырк. Прибыльнее нет работы, кувыркнешься раза два, и посыпятся банкноты на ковер, словно листва. Хорошо, пусть не банкноты, не банкноты, а конфеты. Хорошо, пусть не конфеты, а горячие приветы. А горячие приветы и сердечные слова. «Если хочешь быть везучим, если хочешь быть везучим, то давай с тобой разучим песенку. Пой ее перед едою, запивай простой водою, и на всю страну. Шла удача по карнизу, на нее смотрела снизу дюжина зевак, шла удача по роялю, и глаза ее сияли невозможно как. Если вдруг забудешь слово, то начни всю песню слово снова. Может, и пойдет. Не пойдет, махни рукою и запой совсем другую. Хоть такую вот. Шла удача по мосточку, и везла с собой тачку полную камней. Шла удача по канату, распеваючи сонату, и пришла ко мне. Разницы между ними нету. Так что пой хоть ту, хоть эту, хоть наоборот. Или новую разучим. Чтобы уж точно стать везучим, если повезет. Если хочешь быть полезным, если хочешь быть полезным, приучись к контактным линзам или заведи себе очки. Видишь небо-то с овчинку, отдадим его в починку, даже если новое почти. Тут придет небесный мастер, он тихонько скажет здрасте, ловко закатает уголок. Мол, приступим-ка к починке, удалим-ка все овчинки, пусть опять начнется синева. А когда мы все починим и увидим небо синим, то уже без линз и без очков с поднятую головою наслаждайся синевою и сдувай пушинки облачков. Если хочешь быть сердечным. Если хочешь быть сердечным, то целуйся с первым встречным. Так мы делаем на Пасху, значит, это не опасно. Если встретится собака, поцелуй ее в уста. Или если кот-гуляка, поцелуй в уста кота. Червячок ли вдруг при гужей выползет из-за куста. У него уст нет. И все же поцелуй его в уста. Ах, целуй напропалую от зари не до зари. Я вас всех перецелую. Прямо так и говори. И уже на всякий случай посылай над всей Москвой самый главный, самый лучший поцелуй воздушный свой. Если хочешь быть женатым. Если хочешь быть женатым, то сначала стань пернатым. И набив живот шпинатом, унесись в большую высь. Спрячься в облачной завесе и от веса не завися. Оставайся в этой выси и из выси улыбнись. Люди женятся на птицах. Люди женятся на тучах. Люди женятся на звездах. И на ком они хотят. Выбирай, на ком жениться. Не женись на горных кручах. Не женись на первых грозах и последних новостях. Тот, кто женится на елке, будет есть одни иконки. Тот, кто женится на палке, будет спать на лесопилке. Хорошо подумай над, если хочешь быть женатым. Если хочешь быть великим. Если хочешь быть великим, подружись с зеленым луком. Каждый деятель наук в детстве ел зеленый лук. Взять хотя бы Архимеда. Это деятель наук. Или, скажем, Гиппократа. Это деятель наук. Что один из них громада, что другой из них громада. В чем секрет? Да нет секрета. Оба в детстве ели лук. В нем начало всех дипломов. Всех дипломов и наград. Русский гений на соломов ел отнюдь не виноград. Если бы он жил на даче, где росла одна хурма, то ему на все задачи не хватило бы ума. Если бы он жил в теплице, ел бы дыню и лимон, то с обозом до столицы вряд ли бы добрался он. Спросят, кто твой лучший друг, отвечай, зеленый лук. Если хочешь быть известным, если хочешь быть известным, скажем, как Тутнхамон, чтоб тебя все узнавали и кричали, это он, то не прячься под небесом, не таись в глухом подвале, не скрывайся в покрывале, как какой-нибудь шпион, выкрасть волосы в пурпурный, сизый или голубой, на ноздрю колец навешай, шип пределай над губой, все лицо обсыпай пудрой или вымышманной кашей, и тогда увидишь, каждый нит спадет перед тобой и воскликнет, это он, это он, он приехал к нам всего на сезон, посмотрите, до чего он пижон, посмотрите, до чего он смешон, просто вылитый, ведь тутнхамон. Если хочешь быть могучим, если хочешь быть могучим, то забудь про немогу. Спросят, хочешь мочь научим? Говори в ответ, угу. Есть такие, значит, школы, те, в которых день и ночь с применением кока-колы обучают мочь. Не завидуй, могут людишь, прогони сомнения прочь и не верь, что мочь не будешь, очень даже будешь мочь. Просто выпей кока-колы, лопнешь тоже не беда, совершенно никакого от нее вреда. Правда, если литр за литром пить, оно потяжелее. Это надо под присмотром опытных учителей. Но они тебя научат быть могучим, наконец, как Добрыня, как Никитич, как Илья, как Муранец. Если хочешь быть сутулом. Если хочешь быть сутулом, не дружи тогда со стулом, а дружи с одной софою, и проси софу, как фею, стать сутулом, как султан, как султан, когда устал. И софа твоя, как фея, сразу даст тебе покоя. Ибо нет ее софея и добрей, и все такое. Она скажет, ты устал, ляг вздремни, о мой султан. Только чтобы стать сутулым, надо плюхнуться всем телом на софу и пролежать там целиком к софе прижатым минимум пятнадцать лет. Меньше просто смысла нет. Лет пятнадцать от султанешь, встанешь, если только встанешь, плечи оба колесом и осунулся лицом. Ничего себе вздремнул, а зато теперь сутул. Если хочешь быть крылатым, если хочешь быть крылатым, тут такой у нас расклад. Кто питается салатом, тот становится крылатым. Разумеется, не сразу, даже и не через год. Ибо всякую заразу все равно мы тянем в рот. То печенье, то конфету, то халву, то пастилу. Даже если ту конфету мы находим на полу. А салаты мы обходим в огороде и везде. Даже если мы находим те салаты на гряде. Как-то друг мой с умным видом взял и выплюнул салат. Потому он и упитан, потому и не крылат. «Если хочешь быть учтивым». Если хочешь быть учтивым, распростись со всяким чтивым. Кто ж не знает, что от чтив не становишься учтив. Лучше запасись терпением или, скажем, птичьим пением или, например, пеньком и гороховым стручком. Знает юный, знает старый, это все инструментарий. Инструменты изучив, станешь зверски, как учтив. Обретешь красноречивость, сразу всех переучтивишь. Будешь вежлив и похож даже внешне на вельмошу. Пой, как птичка моя, крох. Пой и дуй в стручок гороха, додувая до небес церемонный полнотес. «Если хочешь быть кудрявым, если хочешь быть кудрявым, то ходи во всем дырям. Отвергай подарки с гневом, плохо относись к обновам, что подарят по любви, то немедля разорви. Например, подарят куртку, сразу сделай в куртке дырку. Или новую рубаху, сразу делай в ней прореху. А подарят пиджачок, зацепляйся за крючок. Не боясь головомойки, рви и трусики, и майки. Не пугаясь про песочки, рви чулочки и носочки, а уж всякие платки носовые на куски. Рви ушанки, рви фуражки, кепки, шарфы и кашны, и появятся кудряшки на макушке по весне. А уж прав или не прав, наплевать за ту кудряфу. Если хочешь быть пляшивым. Если хочешь быть пляшивым, позови гостей, спляши им что-нибудь на голове. Хочешь польку, хочешь две. Правда, даже и две польки, это, милый мой, не столько, чтобы остаться без волос. То есть, как ты не старайся, а потребуются вальсы, вальсы-сальсы, сумбы-самбы, сумбы-румбы-самбы, я бы станцевал и самбы, да пляшив уже насквозь. Каждый за себя решает, где гопак не помешает, где фанданго, где лансье, чур на голове месье. Пляшешь на макушке чардаш и почти не замечаешь изменений небольших. Чтоб девилась твоя дама, не жанклот ли ты ван дама, чтоб друзья твои девились, а не брюс ли ты уилис, так пляшив, ну так пляшив. Если хочешь быть высоким, если хочешь быть высоким, например, как каланчан, чтоб тебе все великаны доставали до плеча, по утрам холодным соком, апельсиновым и всяким, из бутылки и стакана обливайся хохоча. То-то, значит, будет люба, то-то будет благодать снизу папе с мамой вместе за тобою наблюдать. То-то будет люба, ибо, если дорастешь до неба, им оттуда все известия что ты сам сумеешь передать. В среду, стало быть, дорожки заметет тяжелый снег, но потом настанет лето после дожечка в четверг. Хорошо узнать об этом не в сети, не по газетам, а от собственного кружки, заглянувшего наверх. Если хочешь быть пузатым, если хочешь быть пузатым, то ходи все время задом наперед. К миру повернись спиною, от мороза и от зною прячь живот. Защищай его от тряски, тесной кофты, плотной вязки на дому. Береги его от сглазу, не показывай ни разу никому. Что проект довольно сложен, ни отец твой знать не должен, и ни мать. Пусть живет, растет, как ноготь, сам собой, не вздумай трогать или мять. Не пройдет и полувека, превратишься в человека, ничего. Ибо люди чем пузатей, тем милей. И это, кстати, здорово. Если хочешь быть отважным, если хочешь быть отважным, думай о большом и важном, типа жвачки с пузырями и футболки с якорями. Если хочешь быть отважным, думай о большом и важном, типа жвачки с пузырями и футболки с якорями, крышки с призом, хоть на пепсе, хоть на коле, хоть на Коле, хоть на Швепсе. Если хочешь быть отважным, думай о большом и важном, типа жбачки с пузырями и футболки с якорями, крышки с призом хоть на Пепсе, хоть на Коле, хоть на Швепсе, водяного пистолета, лотерейного билета, слово Найк на Шароварах и каникул на Канарах, или хоть по крайней мере о богатстве и карьере. Если хочешь быть суровым, если хочешь быть суровым, как Суворов, он суров, обратись, пойди к коровам, попроси у них сыров. Знаешь, почему Суворов тут не требуется споров? На врагов наводит страх. Он был просто спец в сырах. Ешь себе как можно больше разных, стало быть, сыров, и пройдешь, как смерч по Польше, дико страшен и суров. Разберешься с прусаками, просто голыми руками итальянцам дашь дрозда, и взойдет твоя звезда. Если ж масла и кефира ты попросишь у коров, если не полюбишь сыра и не будешь есть сыров, то без всяких разговоров все поймут, он не суровым. И без всяких лишних слов все поймут, он не суровым. Если хочешь быть сплаксивым, если хочешь быть сплаксивым, то всегда скачи на сивом или вороном коне. Но никак не на кауром. На кауром будешь хмурым, а плаксивым будешь не. На гнедом, пожалуй, тоже не скачи себе дороже, ибо на гнедом коне, на гнедом с отливом медным ты, возможно, будешь нудным, но плаксивым будешь не. Дело кончится испугом для горцующих напегом, пусти в яблоках коне. Ты от этих яблок, впрочем, будешь мрачным, будешь склочным, а плаксивым будешь не. Так что слушайся совета. На коня другого цвета не надейся никогда, а на вороном сивом будешь выглядеть красивым, и плаксивым будешь да. Если хочешь быть умелым, если хочешь быть умелым, мойся земляничным милом. Оно делает умелым, в крайнем случае умытым. Так что всем, большим и малым, надо мыться этим милым, симпатичным этим мылом, земляничным. Часто деятели прессы ставят глупые вопросы. А вот если мыться мылом с инородным ароматом, предположим, барбариса, или, скажем, абрикоса, делает оно умелым, в крайнем случае умытым, мы ответим всем газетам, всем газетам и журналам, мыло с данным ароматом, сделает тебя унылым. Так что бойся барбариса, опасайся абрикоса. Если хочешь быть умелым, мойся земляничным мылом. Если хочешь быть безмозглым, откажись от хлеба с маслом. Машь на хлеб зубную пасту, это для мозгов опасно. Или машь на хлеб за маску, тут тоже для мозгов опасно. Или вот возьми стамеску, и стамеской смс-ку, машь на хлеб, и только масло мазать не имеет смысла. Да не улыбайся кисло, жизнь прекрасна и без масла. И не забивайся в кресло, и без мозга жизнь прекрасна. Посмотри, вот это ослик, он глупее даже взрослых, а насколько симпатичен. Или вот на глупых птичек. Кстати, с птичьими мозгами мы еще дороже, маме. Если хочешь быть солидным, если хочешь быть солидным, студень ешь, борясь со студнем, ножиком складным по будням, а по выходным кушай что-нибудь иное, предположим, заливное, тоже ножиком складным. Это трудно, кушать студень ножиком складным. Трудно кушать заливное ножиком складным. Но хотя процесс и труден, он вполне доступен людям, и сдается людям студень прямо вместо заливным. Тут все дело в тренировке. Тренировка, мать сноровки. Так движения станут ловки, елки-палки, лес густой, и не слушай всяких вредин, будешь жутко, как солидин, прямо граф. Граф Лев Толстой. Если хочешь быть веселым, если хочешь быть веселым, то натри подошвы сало, и скользи хоть вверх, хоть вниз, и ужасно веселись. Ты, конечно, расшибешься, только это пустяки. Если сильно расшибешься, поменяешь башмаки. Снова смажь подошвы салом, и окажешься веселым. Многим это не по силам натирать подошвы салом с осени и до весны. И они весь год грустны. Правда, руки-ноги целы, грудь прямая, кругл живот, только ведь не в этом дело, а в веселье круглый год. Натирай подошвы салом, расшибайся, будь веселым. Если хочешь быть рогатым, если хочешь быть рогатым, лоб перевяжи шпагатом, на макушку промыкашку и воткни в макушку шпажку, или лучше две. Если это удалось, будешь походить на лося по голове. Выкрысь в лоси цвет волосья, научись реветь по лосье, на нос нацепи мигалку и отправься на прогулку грозен и рогат. Вдоль по улицам вечерним, но не спрашивай, зачем нам нужен был шпагат. Если хочешь быть плечистым. Если хочешь быть плечистым, приучись ко всяким чипсам, ибо те, кто любит чипсы, удивительно плечисты. А вот на картофель фри лучше даже не смотри, ибо только трубочисты влюблены в картофель фри. Между тем, как трубочисты, далеко не все плечисты, ведь картофель во фритюре мало что дает фигуре. Трубочист, он мускулист, только тонок, словно глист. Он стоит на верхотуре и отплясывает твист. Но что чипсы помогают сразу, зря так полагают. Съел пол чипса с горяча, получил с пол плеча. Между нами, молодыми, чипсы надо есть годами. Ешь всю жизнь за чипсом. Чипс будешь к старости плечистым. Если хочешь быть свирепым, с детства увлекайся рэпом, потому что каждый рэпер в то же время и свирепер. Вот тебе на завтрак рэп, на обед и ужин рэп, к рэпу только черный хлэп, в воскресенье белый хлэп. Уши мякишем залэпишь и такую чушь нарэпишь, что несчастные соседи заревут, словно медведи. О, ужасный этот рэп! Нестерпимый этот рэп! Хоть беги в глухую степ, только где же взять ту степ? Вскоре станет из-за рэпа голова твоя, как рэпа. А она весьма нелепа выглядит, когда как рэпа. Это никакой не трэп, что у рэпа вид нелеп. Вот и будешь ты свиреп. Просто ужас, как свиреп. Если хочешь быть пугливым. Если хочешь быть пугливым, то цилиндр с переливом нахлопуч на лоб. Или лучше с недоливом, чтобы стать совсем пугливым, да мурашек чтоб. Значит, влей в трубу цилиндра три или четыре литра ледяной воды. И беги в испуге диком, с ликом искаженным тиком от такой беды. Все на свете хулиганство. Все равно, чего пугаться, лишь бы посильней. Лишь бы только до мурашек. Блей от страха, как пурашек, до скончания дней. Если хочешь быть ученым. Если хочешь быть ученым, отправляйся к англиченам. Говорят, средь англичен каждый страшно, как ученый. А вот по какой причине так ученые англичине, или вовсе без причин, ты спроси у англичин. Но не спрашивай у нунцев, слишком много там безумцев. А тем паче у французов слишком много там сюрпризов. И не спрашивай у чехов, слишком много пустобрехов. А тем паче у балгур каждый третий балагур. Поезжай скорее в Лондон. Там ученым станешь лордом. И объявишь. Вот и я. Здравствуй, здравствуй, Англия. Если хочешь быть рабочим. Если хочешь быть рабочим, то обматывайся скотчем с головы до пят. Так, чтобы руки не скрипели, и чтобы ноги не скрипели. А они скрипят, когда мы сверлим сверлом, когда мы стеклим стеклом, и когда мы дрелим дрелью и кайлим кайлом. Я замечу, между прочим, что обматываться скотчем лучше всех шнуров. Лучше лески и веревки, а тем паче без сноровки. Раз и будь здоров. Так что скотч и только скотч. А потом пускайся в скачь. Если хочешь быть рабочим, значит, будь рабочим. Если хочешь быть военным. Если хочешь быть военным, то орудуй автогеном, делая себе обед. Бомбы, мины и фугасы, прочие боеприпасы, автомат и пистолет. Все считают то полезно, что железно. А железно то, что в нас не может влезть. Например, испуль консервы. Ешь, родной. Не дергай нервы, что другой не станет есть. Вынь патроны с патронташа, брось в кастрюлю. Вот и каша, только поддавай огня. На десерт два-три снаряда. Больше ничего не надо, будешь креп, как броня. Лучшая еда из стали. Ешь и лязгай через тяне. А приборы под обед. Обойдешься автогеном. Ты ведь хочешь быть военным. Или уже нет. А если хочешь быть беззубым? Если хочешь быть беззубым и питаться только супом, то возьми орехов в горсть и начни их быстро грызть. Лучше грецкие орехи, у них тверже скорлупа, чем турецкие орехи и немецкие орехи, или шведские орехи, они мелкие, как крупа. Впрочем, на одних орехах не уедешь. А уехав, тут же прибежишь назад с криком «Что еще грызут?» Что грызут, по крайней мере, опытные грызуны. Разные деревья в сквере, мебель всякую в квартире, нож у шкафа, ручку двери, спинку стула со спины. Можно грызть гранит науки, металлические люки, или деревянный сруб. День пройдет, и ты без зуб. Если хочешь быть усатым, если хочешь быть усатым, то напомни сажей сито, и тем ситом потряситы у себя над полисатом. Только очень-очень нежно. Это очень-очень важно. И не спрашивай, конечно, почему, зачем так нужно. Все усатые когда-то, я уже не помню даты, генералы и солдаты, гренадеры и бандиты, в общем, все они однажды начинали точно так же, то есть с той же самой сажи, это видно с их наружу. Но теперь гораздо реже люди прибегают к саже. Ни в природе, ни в продаже, не найти ее и все же. Лучше вылезти из кожи и достать щепотку сажи, чтобы пройтись перед детсадом хоть немножечко кусатым. Хоть немножечко кусатым. А ругайся мармеладом хочешь, выругайся маком, на худой конец биг-маком. Это не запрещено ни в театре, ни в кино. А когда покончишь с матом, будешь милым и косматом, журналистом, дипломатом, полицейским с автоматом. Это не запрещено ни в театре, ни в кино. Если хочешь быть особым, если хочешь быть особым, то спасибо за спасибом говори и будь особ. Чем ни способ, ни способ. Нынче далеко не каждый, ах, никто давным-давно ни спасибо вам не скажет, ни пардон, ни доброе. Но, но, один ты в поле воин, будь особым, будь собой, счастлив будь и будь доволен белым светом и судьбой. Рыба плавает, спасибо, говори спасибо, рыба. Жаба прыгает, спасибо, говори спасибо, жаба. Квохчет корочка, спасибо, говори спасибо, ряба. Вам спасибо, дед и баба, и тебе спасибо, небо. Просто помни эту фразу. Просто ладь со всеми сразу. Глядь, и станешь ты особым. Этим способом. Способом. Если хочешь быть ушастым, если хочешь быть ушастым, становись тогда пушистым. Все ль ушастые, пушастые, все ль пушистые, ушистые. Нет, не все. Слон не пушистый, хоть достаточно ушистый. Или лев, он не ушастый, хоть достаточно пушастый. А вот кролик, он пушистый, и отчаянно ушистый. А вот ослик, он ушастый, и вполне себе пушастый. Так что, видимо, пушистость провоцирует ушистость, точно так же, как ушастость, провоцирует пушастость. Значит, если вы пушастые, у вас просто выше шансы стать ушастым. То есть, шинцы, стать ушистым, как ушинский. Вот. Ну и последнее стихотворение, которое называется «Если хочешь быть серьезным». И вся книга. «Если хочешь быть серьезным». Если хочешь быть серьезным, тра-ля-ля-ля-ля, а подружись с жуком навозным, тра-ля-ля-ля-ля. Он серьезней всех на свете, ежели не врут. У него жена и дети, и тяжелый труд. Он весь день навоз катает, взад или вперед, а на жизнь все не хватает, ежели не врет. Потому он и серьезен больше всех вокруг. Потому он и навозен, славный этот жук. Много в мире штучек-дрючек, но не в том вопрос. Пусть твой друг тебя научит, как катать навоз. Не летай к далеким звездам, здесь твоя земля. Стань серьезным, стань навозным, тра-ля-ля-ля-ля. Вот книжка. Спасибо. Я не знаю, в какой степени детская книжка, но она писалась как детская. Поскольку дети удивляют нас своею зрелостью, я думаю, что дети, с которыми мы знакомы на данный момент, они вполне способны это воспринять. И предполагается, что это будет называться энциклопедия хотений, предполагается, что я сделаю иллюстрации к этому, и, может быть, допишу еще немножко, потому что в издательстве время мне сказали, что формат. Я сразу понял, про что мне говорят. Но эта книжка, наверное, будет похожа на «Учителя всякой всячины». И она очень была такой неожиданной даже для меня, поскольку я не предполагал, что меня настолько хватит, а меня хватило настолько, и даже есть еще какие-то, если хочешь быть каким-то еще, оно все время продолжает всплывать в сознании. Так что вот это было такое представление. Я теперь не знаю после этого, что делать нам с вами, потому что я читал быстро, прошел час, в нашем распоряжении полтора часа, так что я предполагаю, что у нас будет просто концерт по заявкам. Дальше, вот, и поскольку у меня все есть в компьютере, вы можете чего-нибудь захотеть или задавать какие-нибудь вопросы, а я на эти вопросы буду радостно вам отвечать. Есть какие-нибудь вопросы или какие-нибудь пожелания? Склопили в хоккейне. Это...